Hello! Сегодня рассказываю вам о пунктуации в английском предложении, то есть куда поставить запятую, где она должна стоять, а где стоять не должна. Приглашаю вас завтра в четверг 8 февраля 18.00 по московскому времени на бесплатный разбор варианта ЕГЭ. Это будет вебинар для вас открытый. Также я расскажу о своем экспресс-курсе. Это экстренная подготовка к ЕГЭ по английскому языку за 4 месяца. Ссылка для входа на вебинар будет опубликована за час до начала в моей открытой группе ВКонтакте. Ссылка на нее внизу в описании. Смотрите. Hello! Пунктуация. Сейчас никто этому особо не учил на уроках английского языка в школе, о том, как расставлять запятые в английском предложении. Обычно преподаватели отговаривались тем, что примерно как в русском или там как-нибудь поставишь. Поэтому мы, естественно, руководствовались правилами русского языка. Хотя, на самом деле, пунктуация в английском языке и в русском все же отличается. Сегодня я расскажу вам о важных моментах, которые вам помогут успешно сдать ЕГЭ и в целом вообще грамотно писать предложение и расставлять знаки препинания. Первое, что я хочу рассказать, это о простом предложении, то есть где есть одна грамматическая основа, одно подлежащее, одно сказуемое. Когда здесь может ставиться запятая? При перечислении однородных членов. Желтый, зеленый, красный, синий и фиолетовый. В русском языке мы делаем то же самое, только важной особенностью английского предложения является то, что перед последней и, перед и фиолетовой, мы также поставим запятую в английском предложении. Хотя в русском мы этого не делаем. Я увидела молоко, овощи, фрукты и консервы из тунца в холодильнике. То есть перед and мы поставим запятую в английском предложении, хотя в русском мы этого не сделаем. Следующий аспект. Запятая обязательно ставится после вводных конструкций в начале предложения. Об этом вам обязательно рассказывают, когда объясняют структуру эссе, письма, задания 39-40 в ЕГЭ по английскому языку и дают клише. И объясняют, что обязательно после таких вводных конструкций Обязательно ставится запятая. В принципе, это правило ничем не отличается от русского. В русском языке мы также после вводных конструкций ставим запятую. Например, При обращении, как в русском, так и в английском языке, обязательно ставится запятая. Например Сандра, покажи мне свое эссе. Здесь русский и английский совпадают. Если в русском языке причастный оборот может обособляться, может не обособляться, то в английском языке обязательно всегда причастный оборот обособляется. И это, кстати, для нас может являться подсказкой в некоторых заданиях. Например, 11-е чтение, где необходимо вставить части предложения. То есть, таким образом мы поймем, где должна стоять запятая. И вообще, в целом, правила пунктуации нам помогают в таких заданиях, где необходимо вставить части предложения. Как бы намекают нам. For example Извинившись за опоздание, он продолжил собеседование. Это некоторые правила английской пунктуации, которые помогут вам грамотно расставлять знаки пропинания в предложении. Но важнейшим правилом запятой вообще в целом является то, что она разумно делит предложение на части. То есть, чтобы не получилось, как в русском есть пример, казнить нельзя помиловать, казнить нельзя помиловать. Это все, что я хотела бы вам сегодня рассказать о расстановке запятых в английском предложении. А какие правила пунктуации в английском языке знаете вы еще? И чем вы пользуетесь? Что можете подсказать? Будет интересно узнать об этом и обсудить в комментариях. Пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Ну и 100 баллов за ЕГЭ тебе. Пока.